Сажать деревья, убирать мусор, да и просто подышать свежим воздухом. Подобную акцию в поселке Тарки организовали представители сразу нескольких центров социальной адаптации. Желание трудиться вместе во благо города и оказывать поддержку людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, объединило их всех в единую команду. Сегодня проходит у нас посадка деревьев. Отсюда будет проходить аллея, где обычно проходят спортсмены. Они будут при пробежке или что-то, а это плодовые деревья, где они могут остановиться либо по тени этими деревьями, либо поесть плоды эти самые. И уже в дальнейшем будут проходить. Сегодня только четыре дерева у нас было посажено. Это только начало. Будем проводить в дальнейшем до самой площадки. В том направлении облагораживать этот район и тротуаром. Сегодняшнее мероприятие посвящено вовлечению выздоравливающей молодежи. В социально активную деятельность, в социально полезную деятельность. По сути, такого рода мероприятия, мне кажется, должны не превращаться в какие-то разовые акции, а регулярно, по возможности, проводиться. Почему решили именно здесь? Склон горы Таркитау – это достаточно известное место и очень проходимое место. Здесь собираются как спортсмены, так и туристы. Вот мы провожали недавно туристов. То есть это достаточно известное и часто проходимое место. И преодолев этот путь, спортсмен, дойдя до этого места, если это в будущем превратится в большую крупную аллею плодовых деревьев, что мы и запланировали в принципе, то я думаю, мы как минимум оставим маленький добрый след за собой на земле. Хотим привлечь и в дальнейшем молодежь на то, чтобы принимали участие в такого рода социально ориентированных акциях, социально полезных акциях. Чтобы каждый из нас, уйдя, оставлял за собой положительный след. Эти деревья мы посадили в знак того, чтобы выздоравливающая часть нашего населения, наших земляков, решила это посвятить для здоровых, скажем так, для тех, кто посвящает свою жизнь спорту. И в память о тех, к сожалению, кого нет сегодня с нами рядом, кто вел рискованный образ жизни, социально опасный образ жизни, те, кто вели, их сегодня, к сожалению, у нас нет с нами рядом. И вот в память об этих людях также мы планируем этот цикл мероприятий. У нас посадка деревьев на май намечена, спортивные мероприятия. Подобного рода мероприятия проходят регулярно. Так, 14 мая состоятся дружеские спортивные соревнования среди учащихся колледжей и пациентов реабилитационных центров. А 17 числа в Дагестанском медицинском колледже пройдет акция по профилактике ВИЧ-инфекции. Участие смогут принять все желающие.